Всем привет, ребята! С вами снова я, Ирина Ясинская. Сегодня я приготовила для вас кое-что новенькое. Я всю ночь пролазила на сайте Дартнет для того, чтобы найти хоть что-то интересное и чтобы это стоило не так дорого. Но, ребята, не так дорого. А оказалось, вышло 300 баксов. Это очень-очень дорого, ребята. Но это самое практически, почти самое дешевое, что я могла найти там. Возможно, я просто неправильно как-то ищу. Но в итоге, ребята, перед началом обязательно подпишитесь на мой канал, поставьте лайк и нажмите колокольчик. Не смотрите мое видео без подписки, ребята. Знаете, что лежит в этом конверте? Здесь лежит 300 баксов, ребята. Условия такие, что я, когда приобретаю эту вещь, я обязана принести в указанное место сумму денег, оставить, сфоткать, отправить. Они забирают и кладут то, что я купила. А купил я сегодня, ребята, шоколад Бенди. Шоколад Бенди. Просто, ребята, вы знаете, что это просто, знаете, нереальная такая вещь. Вы нигде, ни в каком магазине, абсолютно вообще никогда не сможете купить настоящий шоколад Бенди только как на сайте Darknet, ребята. И там у них очень мало. Они выпускают буквально по 3 шоколадки в год. Просто задумайтесь в год. И чтобы стать счастливчиком и успеть ее купить, нам просто, просто нам с вами повезло, ребята, что она была в наличии. И вы сейчас увидите настоящую шоколадку Бенди в сайте Darknet. Ну и мы ее, конечно же, попробуем, ребята, погнали. Итак, ребята, сейчас мы идем в указанное место, чтобы оставить денежку. Ну а пока мы идем, это, ну, не очень далеко, но все же сколько там метров, там 200-300, я не знаю. В общем, шоколад Бенди. Это, я не знаю, интересно, что там может быть. Не знаю, там какой-нибудь он. Вообще Бенди, он как будто как состоит из чернила, что ли, да? Прикинь, то есть это будет шоколадка с начинкой из чернила. Ну, такое же может быть, правильно? Я вообще не представляю, что произойдет, если его попробовать. Нет, он должен, я думаю, что это, если бы, например, я была, изготавливала шоколадки такие, например, с героями каких-то там ужасов, мистики, крипипасты, да, то я бы, например, вот шоколадку Бенди, зная, что он состоит там из чернила, он такой весь черный, я бы сделала начинку такую черную-черную. Так, ребят, не забывайте про лайки. И главное, чтобы нас никто не видел, потому что, ну, знаете ли, так, кто-нибудь следит за тобой, ты так 300 штук баксов оставила, а потом кто-то подбежал там левой, умыкнул их, и шоколадки нам не видать. Поэтому надо быть бдительным, внимательным, особенно, когда у тебя есть деньги. Особенно, когда их много. Так, это где-то здесь. Так, вот они говорили, бутылка. Так, бутылка. Так, что-то где-то здесь надо. Сейчас, поваленное дерево. А, вот, смотри, тропинка. Вот, смотри, замок. Так, что-то, короче, здесь. Так. Надо быть осторожным. Ну, я думаю, надо вот здесь прям оставить. Никого нет? Так, ребята, делаем, типа, закладку. Ну, типа, валяется бумажка. Все должно выглядеть неприметно, поэтому я и положила, видите, как вот упаковала. Подожди, надо сфотографировать, отправить. Да, точно. Так. Отлично. Так, ребята, вот я сфоткала. Сейчас я буду отправлять. Все, ушла. Теперь, ребята, будем ждать, когда нам придет наш шоколадочка Бенди. Ребята, только что пришло фото того, что деньги забрали, шоколадку Бенди положили. Ребята, это значит, что у нас все получилось. Вот она, шоколадочка на том самом месте, где мы оставили наши деньги. Наши бабосики, я надеюсь, что... Ну, кому она нужна, в принципе, кто будет по кустам лазить, да? Еще и подбирать сомнительные шоколадки. Это здесь. Так, сейчас, аккуратно. Класс, смотри. Наверное, настоящая? Слушай, здесь пахнет говном. Может, здесь кто-то срет? Короче, ладно, я взяла. Ребята, это настоящая шоколадка Бенди. Крутяк, ребята. Сейчас будем ее открывать и пробовать. Итак, ребята, у меня в руках настоящий шоколад Бенди. Даркнет. И видите, как ее запаковали от дождя, чтобы она не промокла. О-о-о. Офигенная, настоящая шоколадка Бенди. Видите, здесь написано внизу чоколад Бенди. И тут написано Даркнет. То есть, они как-то залицензировали, что ли? Типа запатентовали. Только Даркнет выпускает шоколадки Бенди. Вес какой? 90 грамм шоколадка. Ну, всякие инструкции на всех языках тут. Все подряд. Для всех стран мира. Блин, очуметь. Ну, пока ничего такого странного, как шоколадка. Я думаю, что ее нужно открывать и пробовать. Блин, обалденно. Я прям даже вот до последнего не верила, что действительно, реально существует что-то типа шоколадки. Так, все, давайте открывать. Когда открываю что-нибудь вкусненькое, всегда прибегает мой пес-босс. Так, пока все нормально. А то я боялась, что вылетит какая-нибудь штучка. Так, шоколадка, как шоколадка. Сколько я долю? Пахнет шоколадом, да сколько? Да много, сколько? Какая разница, сколько? Пахнет вкусно. Ну, что, давайте пробовать. Ты будешь со мной пробовать? Я подожду пока. Так, ладно. Ребята, смертельный номер. Не повторять, не заказывать, не есть. Все. Чего-то я не ожидала. Я как будто грязь жую. Что, это не шоколад совсем? Фу. Я думала, нормально шоколадки поем. А такое, знаешь, конфеты были такие, я забыла, как они называются. Их жуешь. Коровка? Какая коровка. Какая коровка. Американские конфеты со вкусом старых носок. Ты ешь вот. Или со вкусом. Ты что, не знаешь такие конфеты? Со вкусом рвоты. Это приколюшка? Ты никогда не ел такие конфеты? Нет. Вот ты отсталый человек. Короче, это вот то же самое. Шоколадка, которую кусаешь, и у тебя привкус остается просто земли. Есть абсолютно невозможно. Но я должна прочувствовать там, знаете, какой-то послевкусие. Вот сейчас вот начинается. Я все-таки доем вот эту одну плиточку. Я просто, меня сразу выплюну, потому что я просто не ожидала. Ну, ребят, во-первых, за такие бабки я думала, что она будет вкусная. Вкусная. Я не думала, что она будет такая отвратительная. Отвратительно. Невкусная. Так, я даже не доем. Я не могу просто. Ну и параша, извиняюсь за выражение. Ну, как ощущения? Я даже прожевать не могу. Фигня какая-то. Ощущения, вот, возьми кусок грязи. Вот. Возьми вот кусочек грязи и засуни себе в рот. На. Ощущение, как будто вот это вот жуешь. Ты что, руки тянешь? Босс. Че-то. Блин. Блин, живот прихватило. Я так и знала, что какая-то будет... Подожди, надо водички попить. Фигня. Пойду я. Да, правда, водички попью. Ирина, как ты? Че-то горечь во рту. Че за черт? Че это такое? Че со мной? Ты отравил шоколадкой. Ты все беда Бенди. Черт и шоколад. Черт, че это за фигня? Я пить хочу. У меня как будто грязь в горле. А. Я пью воду, облюю че-то какой-то грязью. Че-то мне дурно. Это от этой шоколадки. О, не могу. Черт. Сколько, сколько ты съела? Ирина. Ирина, что происходит? Ирина, посмотри на меня. Ирина. Что у тебя с руками? Что это? Что это? Что это за фигня? Что со мной происходит? Черт. У тебя вены черные. Не душно. Что со мной? Черт. 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 Что за мной? Ирина, у тебя вся кровь черная. Что с моим лицом? Ты вся черная, у тебя. Я что, превращаюсь в бенди? Черт. Нет, нет, не делай так. Остановись, остановись. Подожди. Это пройдет? Скажи мне, это пройдет? Сколько, сколько ты съела боли? Это пройдет. Это пройдет две. Две. Подожди. Две этого. Это очень мало от одной шоколадки. Черт. Должно все пройти. Успокойся, успокойся. Черт, мне плохо. Может, это можно отмыть? Может, это можно отмыть? Что это? А с лицом с моим? Здесь зеркало. Ай, что вся черная? Ай, черт. Дима. Я что, нафиг превращаюсь в бенди? Подожди, это должно быть временный эффект. Надо подождать. Подожди, подожди, успокойся. Кошмар. Черт. Она не отмывается. Черт. Че это за эффект это? От этой шоколадки я вся почернела. Как будто... Я не знаю, что случилось. Слушай, сейчас, погоди. Подышусь. Оттирается это, как будто что-то черное обволакивает меня. Сейчас уже лучше. Короче, ребята, никогда не заказывайте шоколадку Бенди с Дарк Лето и ни в коем случае не ешьте ее. До новых встреч в новых видео. Пока.